МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клад атамана Анинкова. Они опустили деревянный ящик в яму, забросали землей. Затем поверхность заровняли так, чтобы место захоронения не выделялось. Раздались выстрелы, штаб-ротмистр поставил очередной крестик на карте. Сокровища атамана Анинкова – мнимые или реальные? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Землянки атаманы. Вот земляночки расположены. Показываю секретные документы. О том, как эта уникальная карта оказалась у петербургского писателя Максима Ивлева, можно отдельную историю написать – детективно-приключенческую. Ну а вкратце прислали из Европы – потомки эмигрантов. Я эту карту изучил от и до. Каждый штрих. Тем более там увеличиваешь, смотришь, да, видно. То есть все, этот офицер Сухарев или Бухарев, потому что не разобрать фамилию, он очень подробно нарисовал. Вот здесь там линейки какие-то, здесь артиллерия стояла, все очень подробно. Здесь артиллерийский склад закопанный, все видно. И все можно разобрать. Именно эта карта и стала основой экспедиции, которая была организована в 2011 году. По следам атамана Анинкова. Он, когда уходил, оставил все свои награбленные богатства на какой-то пещере. Никакого золота у Анинкова не было и быть не могло. Он, значит, выкрал это знамя и опять же вывез его на территорию Казахстана вместе с другими реликвиями. Глава первая. Уйти в селькинские вершины. Краткое досье. Борис Владимирович Анинков. Потомок декабриста. Офицер. Один из предводителей белого движения. До революции служил в Жаркенте, затем в Кокшетау. Альпинист. Покорил не одну вершину джунгарского латау. Гимнаст. Владел приемами гипноза. Знал несколько иностранных языков, в том числе и казахский. Отличался своеволием и эпатажностью. Гражданская война ставит на одни весы, с одной стороны, людей, так сказать, глубоко просвещенных, талантливых, умных. А с другой стороны, противопоставляет им не менее таких же талантливых, умных и просвещенных. Весна 20-го года. Крах белого движения в Семеречье. Их чуть более 4 тысяч человек. В основном казаки и отряды алашардинцев. Остатки армии Анинкова уходят в Китай. Перевал Сильке. Раньше здесь редко проезжали киргизы. А сейчас целая вереница обозов прокладывает дорогу в снегу. Это партизанский обоз. Патроны, снаряды, кое-где мука и ничего лишнего. Трудный путь. На скалы приходится вытаскивать 250 пудов тяжелых пушек. Удивительно, он все-таки перетащил через перевал Сильке несколько орудий. Я не помню точно, но есть у меня документы. И даже два автомобиля он переволок. Один из которых он подарил потом губернатору Ильийского округа Синьцзяна. Перейти границу с полным вооружением не позволяла китайская сторона. Часть оружия спрятали. Якобы вместе с золотом. Очень много таких историй связано с Катун-Карагайским районом. Там тоже есть места, где именно зарыты клады. И очень много людей туда ходило, чтобы найти эти клады. По одной из легенд, клад укрыли в пещере. После чего вход в пещеру взорвали. В районе села Берель. Там тоже есть до сих пор окопные укрепления остались. Где отбивались белогвардейцы от красногвардейцев. И когда их зажимали со всех сторон в кольцо, то они прятали в этих горах свои сокровища, потому что боялись, что они не смогут пройти сквозь цепочку. По легенде, другое сокровище закопали где-то в Джунгарском Алатау, недалеко от границы. И было в кладе том не только золото. Глава 2. Знамя Ермака. Чтобы привлечь на нашу сторону казаков, отряд произвел налет на Омский собор. Оттуда нам удалось похитить знамя Ермака. Опасаясь репрессий, я с отрядом ушел к городу Кокчетаву. Затем дальше в Киргизскую степь. Разные сведения имеются. Кто говорит, что под Кокчетавом оно хранилось. Кто говорит, что в других местах. 1918 год. В Омске власть садыпов. Ходят слухи, что большевики церковь упразднят, все духовные принадлежности сожгут. Знамя Ермака хранилось в этом соборе. Оно было заключено, как бы мы сейчас сказали, в стеклянную такую раму, хоругафи. И она хранилась как икона. То есть перед ней стоял подсвечник, можно было свечку поставить. Одна группа обстреливала улицу, другая ворвалась в собор. Пострадали два аненковца, разбито стекло в футляре, где хранилось знамя, потери красных, четверо убито и трое раненых. Аненковцы под сильным обстрелом прорвались назад к Иртышу. Современник писал, стоя на санях и с императорским штандартом в руке, Аненков помчался по льду Иртыша и без особого труда скрылся от погони. Интересно, что после, когда город уже был под контролем Колчака, атаман не спешил отдавать ни знамена, ни другие реликвии. Потом в 19-м году по требованию войскового круга он его вернул. Но вернул в каком состоянии? То есть знамя, поскольку транспортировали без хорубий, оно распалось на куски. Стяг отреставрировали, попросту сшили и даже сфотографировали. А потом в город пришли красные. И что случилось со знаменем, непонятно. Дальнейшая судьба его, к сожалению, неизвестна. То есть есть приказ об эвакуации ценностей из Никольского казачьего собора. Но так как-то получилось, что знамя Эрмака исчезло. По одной из версий, реликвию вновь выкрал Аненков. Или по его указанию. И якобы, отступая, знамя захоронили вместе с драгоценностями и оружием. Учарал. Последняя ставка атамана. Рассказывает, что перед тем, как уйти, вот на этой горе, он приказал вырыть траншеи и оставил потомкам свою роспись. Засыпал это все камнями большими. И вот с тех времен написано «Аненко». Потом при Советском Союзе, когда заставили переделать в эту фамилию, фамилию Ленин. И делали эту надпись бойцы казахского отряда алашардинцев. По легенде, надпись указывала на то место, где захоронены сокровища. Но каким образом? Только догадки. Если читать наобратно, то окни. Две стойни получается. И между ними получается так. Значит, получается в одной где-то горе золото, в одной где-то оружие. Потому что оружие куда-то пропало, тоже не знает куда. А дальше и совсем. Ну чем не остров сокровищ? Говорят, один офицер решил потихоньку клад забрать, но был застигнут на месте преступления. Нашли убитого, видно, офицера, скелет, и прям шашка вот так вот. Хотел он вытащить, и его прям пуля в лоб. Перебежчики рассказывали мне. В щелях выкапывались ямы, и закапывалось оружие. А потом тех, кто закапывал, уводили и расстреливали. Таким образом соблюдалась совершеннейшая тайна. В перспективе видны джунгарские ворота. Хребет джунгарский аллатал с одной стороны, и озеро Джаланашколь. Экспедиция 2011 год. По этой дороге уходили аненковцы. К перевалу Сельке. Согласно преданиям, где-то там и был сделан еще один схрон. Кусок такой, как лошадиная голова, такой кусок золота, вот где-то он перед перевалом закопал. Но опять искали неоднократно, не нашли. Если собрать все легенды, получается, что клады атамана были в разных местах, и количеством не менее десятка. Азеркона в горах, и вот возле этого Азерка они проходили, и где-то там он прятал. Так все-таки могли быть сокровища у Бориса Аненкова. Глава 3. Золото атамана. Китайцев преследовала мысль о наличии у меня крупных ценностей. И они рассчитывали путем моего заключения вынудить меня к передаче этих мнимых ценностей им. Китайским властям было известно, что многие руководители Белого движения переправили с собой за границу большие ценности. В начале 20-х годов разрозненные белогвардейские части обосновались в Циньцзяне. Но разрешив белогвардейцам остаться здесь, китайские власти через некоторое время поняли, что несколько погорячились. Многие части были неплохо вооружены. У них не было продовольствия, у них не было денег, зато у них было оружие. Чем они еще могли заниматься? Первая стычка случилась у города Гачен, после чего атамана поместили в тюрьму у Румчи и начали вымогать деньги. Когда в 21-м году его китайцы арестовали, у него денег не было, ему открытым текстом предлагали китайские эти чиновники, ну ты нам заплати что-нибудь, и мы тебя отпустим. Нет, он почти три года в тюрьме провел. Я не имел при себе больших ценностей. У меня были лишь обесцененные колчаковские деньги, пишет Аненков. Но сидя в тюрьме у Румчи, он завещал одному из своих казаков четыре слитка золота. В других источниках упоминается уже 12 слитков. Очень много недосказанностей, очень много непонятного. К примеру, советский разведчик сообщал, что Аненков имел крупные ценности и имущество, и золото. Версия, возможно, то, которое переправлял атаману Колчак на содержание войска. Ну и награбленное. В 18-й год, в 19-й год вошли войска Аненкова, находились в Палатинске. И находясь здесь, ни в чем себе не отказывали. В основном в насилии и грабежах. Тогда это называлось реквизицией. На вопрос контроля об оплате произведенных реквизиций Аненков ответил, я реквизирую, а кто будет платить, не мое дело. Где-то сейчас историки пытаются оправдать того же Колчака, того же Аненкова и так далее. Хотя деяния, которые они делали, порой несовместимы вообще с человеческим представлением о жизни, с человеческим отношением к жизни. Ну, там, может, он что-то взял в Симпалатинском банке. Так все ушло на содержание армии. Впрочем, больших ценностей Аненков, судя по всему, в Китай и не вывез. Вместе со своим надштабом Денисовым они собирались перебраться в Канаду, но не нашли денег даже для финансового подтверждения визы. Кроме оружия, ничего у Аненкова не было, уверен Максим Ивлев. Вот ты стоишь на границе, и вот ты уходишь в Китай, да? Вот. И в абсолютно незнакомую чужую страну, где тебя никто не ждет, где языка ты не знаешь, да? Ну, неужели ты будешь что-то закапывать, какие-то золоты, не знаешь, что там тебе вот кушать нечего будет? Однако другие исследователи полагают, что ценности могли быть. А не откупился от китайских властей исключительно из вредности. Да и как откупишься, если все золото по другую сторону границы спрятано? Известны неоднократные попытки проникнуть на уже советскую территорию. Это совершенно официальная архивная сводка ОГПУ, что отряды таких-то, таких-то прорывались и откапывали оружие, спрятанное при уходе за рубеж. Может, кому-то уже удалось откопать и золото, и драгоценности, и даже знамя Ермака? Или все эти сокровища пресловутые до сих пор где-то хранятся? Эпилог. Карта сокровищ. Экспедиция июнь 2011-го. Сверяясь по карте штаб-родмистра, дошли до китайской границы. Вот там лесок есть, вон вдали видно. Нам уже туда не подойти, эта китайская территория, а именно в том леске распадок небольшой. Под крестами номер 2 и номер 3 какие-то таинственные схроны Аненкова. Как ни странно, здесь за почти столетия мало что поменялось. А вот, вот такой вот лесок. Вот, вот, смотри. Крестики. Два, три. Что там? Непонятно, это в Китае. Я не могу сказать. Таинственные схроны Аненкова, по всей видимости, еще долго так и останутся таинственными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...